Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня в гостях уже многим из вас известный друг нашего канала, психотерапевт, автор концепции психологической безопасности населения, автор технологии саморегуляции метод-ключ Хасай Алиев. Здравствуйте, Хасай! Светлана, очень приятно видеть, очень рада и всех ваших слушателей приветствую сердечно. Спасибо, мы вас тоже приветствуем сердечно, вижу, количество ваших картин растет. Это берегиня, она нас будет беречь, берегиня. Понятно, хорошо. Хасай, вы знаете, вот к какой теме сегодня хотелось бы обратиться. К сожалению, я вынуждена констатировать, что и в моем ближайшем кругу, и в дальнем кругу общения за последнее время все больше и больше стало появляться людей с психическими отклонениями. Ну, как правило, это возрастные люди, да, у многих это появилось как осложнение после известного вируса, значит, у многих это просто как бы может быть возрастное, у многих это связано с постоянным стрессом и той психологической атакой, которая периодически, в общем-то, происходит на наше население. И в связи с этим встает два вопроса. Первый, как помочь этим людям? Опять же, вот очень много людей с инсультами, которые сегодня обездвижены, и как-то тоже хотелось бы им помочь. Я знаю, что вы владеете некоторыми упражнениями, которые люди даже лежа могут выполнять, делать, и тем самым выполнять, и могут помогать себе тем самым. Как бы вот это вот одна проблема, да. И вторая проблема – это их родственники. Это их родственники. Тоже я и получала письма от своих подписчиков, что делать, как в такой ситуации поступать. У многих нет возможности ухаживать за своими родителями, и насколько это этично, допустим, сдавать их в дом престарелых или в какие-то специальные учреждения. А если такой нет возможности, как людям самим выходить из этой ситуации, поскольку они тоже находятся в постоянном очень большом стрессе, и как вот им самим, скажем так, оставаться в более относительно здоровом, скажем так, состоянии. Вот два аспекта такой проблемы, как мне кажется, сегодня, к сожалению, эта проблема существует. Хотелось бы с вами обсудить сегодня. Вопросы крайне важные. Я бы хотел сказать подтверждение. У меня тоже постоянно сыпятся вопросы на каналах. Действительно, по этим вопросам я вижу, что людей с нервно-психическими пограничными состояниями становится все больше и больше. Но я понимаю, что это, естественно, для ситуации неопределенности, потому что люди не знают, что будет завтра. Постоянная мобилизованность, ну, в конечном счете, накручивает себя, и потом очень противоречиво идут рекомендации со всяких разных каналов. Я не буду даже говорить, какие это, они самые разнообразные. И очень много психологов, к тому же, еще помогают людям. Одни компетентные сами психологи, другие психологи недостаточно компетентные. Потом интернет, это же сложная вещь. Тут надо одновременно и специалистам выживать. Специалистам, вот я о них хочу сказать, потому что я сам врач-психотерапевт, галтерапевт и прочее, прочее. Но при этом честный человек, честный специалист, ну, как ему выживать в этих ситуациях? Если на работе на него давят, времени у него мало на приемы своих пациентов. Ну, к примеру, дает все делать по инструкциям, по методичкам. Не скажи то, что не надо говорить, или скажи то, что только надо говорить. Ну, сейчас же на всякий случай так люди боятся, потому что не то скажешь, еще на тех суд подадут. Ну, сейчас много всяких проблем. В этой неопределенности человек напряжен. Соответственно, через некоторое время он начинает истощаться и накручиваться. Поэтому я, например, у меня есть бесплатный ликбез. В Zoom туда выходят, мы объявляем, что у нас бесплатный ликбез. В Zoom туда разные люди. И школьники могут выходить, и пожилые люди, и такие старые, как и я. Ну, в общем, самые разные люди выходят, задают вопросы в Zoom. Видно человека. Здесь мы человека с вами говорим условно. Мы не видим его, чтобы давать советы. А я и всем советам даю психологам. Совет один, главное. Не видя человека, не надо грузить его советами. Потому что вы не знаете, как он это воспримет, это раз. С кем вы разговариваете, это два. Для чего ему ваш совет. Ну, вообще-то много вопросов. Потому что интернет, с одной стороны, помогает нам. А с другой стороны, как любой инструмент, не позволяет нам быть адекватными. Тут очень много вопросов в одном вашем вопросе. Так что, поэтому я придумал ход. Вместо того, чтобы только заниматься восстановлением людей, мы с профессором Матвеевым физическую культуру. Там у меня есть несколько страниц, которые я ему передал. И он опробировал всесторонние. Он там руководитель и ГОСТами занимается. Ну, это компетентнейший человек у нас в стране. И теперь в учебнике. И вот это есть профилактика против вот этих всяких психосоматических расстройств. Потому что, если мы с детских лет, ну, с 10 класса, или там, даже чуть раньше надо быть, обучаем людей приемом антистрессовым, чтобы человек мог регулировать свое состояние без всякой помощи и зависимости со стороны, то он становится устойчивый. И потом вот эти неопределенности его так не шокируют. И он сохраняет ясность ума, уверенность в себе и способен генерировать в условиях нервных таких стрессов идеи быть творцом, созидателем, а не только выживать там и болеть там, и думать, какие таблетки принимать. Ну, это же, мы сейчас наблюдаем, что постоянно вот это засиливало всевозможных препаратов, все новые и новые, лекарства советуются, мир в нас валится, люди в растерянности. Поэтому, если мы будем учить, начиная со школы, это же есть профилактика, то, о чем всегда говорят. Ну, вот я врач, например, я знаю, что всегда говорил, профилактика нужна, чтобы потом последствия были управляемыми, контролируемыми. Профилактика нужна, но мы никогда точно не знали, а как ее делать. Я вот помню, я в медицинстве учился, мы только знали о том, что профилактика нужна, а никто нас не учил, а как это делать? Есть физкультура, например, но физкультурой люди занимаются. Йогой занимаются, медитацией занимаются, ну, все это как-то по отдельности, по частям, а что можно сделать сразу, за одну минуту, чтобы выйти из стресса, выйти на такое состояние безмятежности и в этом нуле, в этом нулевом состоянии восстанавливаться, как в мозговом таком санатории. Что нужно сделать? Это только сейчас появилось. Мне понадобилось очень много лет, но я думаю, более 30 лет, думать, размышлять, искать. Вместе со своими детьми, они психологи, и мы вместе, и на всех терактах ездили, и помогали подводную лодку курс поднимать там, и готовили ОМОНовцев, и спецназы другие. Ну, в общем, МАС-500 готовил. Ну, в разных таких областях мы вместе работали, и вместе мы совершенствуем методику. И мало того, у нас целая школа, человек будущего, иначе говоря, человечности, человечность, вот что важно, да, которая занята тем, что они свои методики предлагают, мы их, это уже вот у меня вторая книга, с их участием, причем прекрасные участники школы человек будущего, прекрасные участники, они обрабатывают приемы на основе принципов подбора действий и сохранных к текущему состоянию. Они свои приемы предлагают, и в этих книгах я их фамилии, имена, это целый организм, который создался, и который помогает сегодня людям. Так что я отвечаю на ваш вопрос, хочу подтвердить, что да, действительно, очень много психосоматических, нервно-психических пограничных нарушений у людей, и в то же время в ответ появляются вот такие вот вещи, как защита и как профилактика. То есть я хочу сказать, что в этой ситуации неопределенности есть я, есть мои коллеги, есть вы, которые мы пытаемся помочь защитить людей в этих условиях, чтобы они не сгорали, чтобы у них не было этих психосоматических расстройств и накручиваний. Потому что очень много людей, которые попадают в неопределенность, вот на это сейчас я уверен, все обратят внимание, они начинают ждать последствий, как негативных. Они начинают себя накручивать. Вот голова заболела, и кто-то говорит про ковид, и он так вот пару раз покашивал, и теперь думаю, ой, у меня ковид, и начинает накручиваться, и через два-три дня уже лежит. Накрутился. Вот для чего я это сейчас говорю? Не только для того, чтобы констатировать, а что бы всем сказать, друзья, не накручивайтесь. Это мой совет. А снимите вот это накручивание. А как снять? Возьмите 10 пальчиков, обожмите их, обожмите, вот так вот. Это 10 ударов нервной системы. Это скорая помощь. И разомните ушки. Потом ручки в горячей воде, как наши бабушки раньше, ножки в горячей воде парили. Они давление так снимали, они страхи так снимали. А вы ручки, чтобы быстренько, если тазика нет. Таким образом, если вы это сделаете, вы через минуту почувствуете себя. Гораздо легче. Потому что это перебивает ваше накручивание. То есть, это переключатель доминанты. Это очень важно. Да. И второе важно запомнить. Друзья, у вас есть одно состояние, которое вы можете уловить, когда проснетесь и когда засыпаете. Это состояние называется паразм. Это состояние некой такой душевной безмятежности. Потому что без этого состояния вы из бодрствования в сон не перейдете. Это нулевое состояние. Ну, я его так называю. А это состояние, если задержать по времени, то тысячи лет назад это состояние Будда назвал нирваной. Это состояние, где нету страха, нету шаблонов мышления, нет подражания авторитетам. Ну, ничего нету, там пусто. Вот в этой пустоте, в этом нулевом состоянии оказывается, мозг восстанавливает запасы питательного вещества. В клетки мозга поступает кислород. И в этом состоянии человек выздоравливает. Поэтому у вас это бывает и для переключения в сон, и для выхода из сна. И когда вы делаете вот это, вы инициируете тоже вот этот переключатель. Но только это на разных скоростях. На разных скоростях. Так вот, если вы проснулись утром, мысли текут, как облака, ничего внутри не задевая, запомните это состояние о себе на будущее. Скажите себе как-то, ну закодируйте его себе там раз, два, три, четыре, пять. И потом, когда вы будете в каком-то стрессе, скажите себе раз, два, три, четыре, пять. Делаю вот это. Таким образом вы сразу связываете одно с другим, с третьим. И опять вам становится легче. Вы думаете, слушайте, я даже не ожидал, что можно вот так сделать, сочетать у меня до пяти. Вспомнить состояние безмятежности эти все три раза сходятся и напряжение у вас сразу снижается за одну минуту. Ничего, что я так рассказал? Нет, наоборот, я думаю, что как раз именно такого совета многие ждали и я очень надеюсь, что люди смогут воспользоваться им. И пусть вам напишут как результат, потому что мне всегда пишут, о, такой результат, просто необыкновенно. Но вообще, вот допустим, у меня всегда большая проблема, особенно вот когда ты работаешь какие-то сложные вещи, все время обдумываешь, да, мне всегда сложно остановить мозг свой. вот вырубить мозг, чтобы уснуть, то есть, вот он думает, думает, и вот это перестать думать, вот вообще мозг, он наш, вот наш он очень любит пережевывать так называемую умственную жвачку, песни, вот он любит пережевывать, действительно накручивать, и очень часто ситуация еще не сложилась, мы сами ее придумали, сами обиделись на что-то там, или какие-то ожидания свои от чего-то или от кого-то у нас сложились, эти ожидания в нашей голове, а мы ждем как бы от кого-то, от чего-то, и когда это не случается, мы обижаемся, или там как-то реагируем негативно, да, потому что это не соответствует нашим ожиданиям. И вот самое как раз, мне кажется, такой хороший навык, который не помешал бы всем людям сегодня, это вот уметь именно успокоить работу ума, вот именно уметь отключить вот эту вот постоянную мозговую деятельность. Поэтому сделайте вот переключение, потому что когда у вас мозг перебирает все впечатления дня, вы никак не можете уснуть, как вы сейчас рассказываете, это правильно мозг делает, потому что он перебирает впечатления, как птица в силках бьется, а вот этот вот перебор как раз делается для того, чтобы успокоиться. А его можно сделать либо помочь вот так вот снять напряжение, либо стоять и делать то же самое перебор, тоже шалтай, болтай. Или можно сделать, знаете, как веками помогать. Перебирайте, перебирайте, например, переживайте, вот не можете уснуть, и вот так вот трепетание в век называется, трепетайте, трепетайте, ну, трепетайте, просто трепешит, это моделирование того, что у человека и так происходит. У людей, у всех, по природе, когда они переходят в сон, в веки вот так вот трепещут, потому что повторяемое движение снимает напряжение. Вот это шалтай-болтай у нас или вот упражнение по ключу, что у нас в учебнике по физкультуре. А это то же самое только в разных частотах, в разных амплитудах. Одно и то же. Можно поморгать глазами, вот человек не может заснуть, вот так вот поморгал, усилив, вот это поморгал, отпустил и не заметил и уснул. Или встал перед этим, переживаешь, делаешь шалтай-болтай, так все дети делают. Они в природе, никто их не учил. Они вот так стоят, делают, думают о своем. Они через повторяемые движения пропускают свои переживания и тем самым снижают их потенциал. Мусор к нашу строю. Поэтому то, что вы рассказываете, так оно и бывает. Переживайте, переживайте, это внутренний диалог. Поэтому поморгайте и переживайте. И потом засняйте быстрее. Ясно, спасибо. Хасая, но вот мы с вами еще как раз тоже говорили перед передачей, что вы можете рассказать несколько таких упражнений для тех людей, кто сегодня, к сожалению, находится, скажем так, в состоянии лежачим, то есть самостоятельно не может двигаться и обездвижен. И вы тоже говорили, что есть какие-то небольшие упражнения, которые помогут этим людям как-то чувствовать себя лучше. Вы знаете, у нас, когда мы были в детстве, мы все вот можем вспомнить, какие игры мы играли в детстве. Ну, кто-то любил в теннисе, кто-то фехтовал, кто-то дирижировал, кто-то на трубе играл, кто-то на барабане, но кто-то играл на пианино, а кто-то в классике играл, а кто-то любил кораблики рисовать. Но мы в детстве все что-то играли. Вот лежачий больной, например, если он вспомнит, что он в детстве любил делать, какую игру играть в детстве, если он при этом, если он при этом начнет мысленно играть в эту игру хотя бы одну минуту, он заметит, что ему стало легче. Вы знаете, я очень много людей после инсультов и после инфарктов вытаскивал за счет того, что я им делал чисто такую простую психологическую поддержку, чтобы они играли детскую игру в своей памяти. И они оживляют себя, потому что тогда, когда они играли в эти детские игры, они были молодые, юные, здоровые. Таким образом, когда они вспоминают, как они играли в детскую игру и как бы имитируют это внутри себя, они сами себя поднимают, как Бюнхан себя тащил с болота за волосы. Вот такой совет играть в детскую игру, чтобы встать постепенно, а кто быстрее, кто медленнее, из этой болезни. А вот мне кажется, я могу сейчас, честно сказать, наврать, конечно, но вот у меня как-то всплыло так в памяти, я, по-моему, читала, что вот именно человек может мысленно, если он, допустим, физически пока не может какое-то упражнение делать, он может мысленно его прокручивать, и мышцы получают этот сигнал от мозга, и они качают, ну, как бы, постанавливаются. Это называется идея моторной, да, идея моторной рефлексии, конечно. На этом построена методика и у Алексеева, который спортом занимался, он предлагал в расслабленном состоянии, в релаксации спортсмену проигрывать свои спортивные движения, и тот потом выигрывал соревнования. А я предлагаю не просто мысленно их проигрывать, а еще и добавлять мышечного движения, чтобы усилить этот процесс. Но если больной не может добавлять движения к этому проигрыванию, чисто мысленно, чисто мысленно. А если может, то можно так, руки, например, представить, положить как будто на воду и представить, что они расходятся, поиграть в эту игру. Игра-тренировка подбери ключ себе. Сюда они идут, представить, что они идут сюда. Сюда они идут, представить, что корпус вместе с руками поворачивается. Подбирая действие, которое будет включаться, вот этот принцип подбора путем перебора оказывается не только снимает стресс, не только выводит на состояние безмятежности, где идет восстановление клеточек, но и развивает творческое, изобретательское мышление. Принцип подбора путем перебора, по критерию комфортности. Делай только то, что тебе нравится, а и отбрасывай то, что тебе не получается. Раньше нас так не учили, нам говорили сосветойся, приложи силу воли, делай только упорством, добивайся, настойчиво. Это правильно, но мы в данном случае говорим о реабилитации, чтобы потом человек был настойчивым в жизни. Поэтому я отвечаю на ваш вопрос, поэтому говорю, если человек лежачий, первое, играть в игры, которые он играл в детстве, это оздоравливающая реабилитация, да, и добавлять вот эти действия, хоть на движениях рук, хоть на движениях пальцев, может быть, человек может руку поднять, вот так вот представлять, что палец пошел, да, вот не идет, не идет, тогда представь, что палец идет вниз, пошел, а теперь пошел наверх, пошел наверх, пошел. Я так в Каспийске после взрыва дома пограничников одного пациента, который после взрыва весь в гипсе, в бинтах, у него только рука была свободная, и врачи жаловались, что он не может закрыть глаза, заснуть, 9 дней он не спит, ему все время сотворно не спит, потому что он глаз закрывает, а у него взрыв через глаза. И я ему сказал, палец свободный, вот представь, что палец идет, и он так забавлялся, туда-сюда, туда-сюда, мы с врачами вышли, через 15 минут пришли, а он уже спит. Так что вот. Ясно. Спасибо вам большое, Хасай. Вот за вашей спиной много картин. сейчас тоже, я так вижу, очень много информации в интернете об арт-терапии. То есть вот я правильно понимаю, что вот ваше увлечение живописью, это тоже своего рода терапия? или... Конечно, абсолютно правильно вы говорите. Абсолютно. Я почему вас уважаю, вы всегда обычно в точку как-то вот замечаете, да. По самом деле искусство, когда смотрят на хорошие картины, и люди чувствуют себя лучше, потом всякие эмоции у них, которые им помогают, оживляются и так далее, но и когда создают искусство. Вот я пример проведу, я могу неделю рисовать, и картина будет темная, я по ней понимаю, что никак у меня света там не появляется, значит, у меня состояние такое тяжелое. потом в другой раз я рисую, за пять минут могу все поправить, она светет, картина. Я понимаю, что мое состояние стало лучше. А также раньше монахи иконы рисовали. Они же готовились, там постились, молились для того, чтобы у них состояние было такое, чтобы можно было такую картину нарисовать, такую икону. То есть есть обратная связь свет в глазах смотрящего. То есть поэтому и когда ко мне звонят разные люди, ну там военные люди ко мне звонят после ранений каких-то, потом дети звонят перед экзаменами и так далее. И вот мне звонит какой-то человек, который очень критически настроен, который еще не в теме, он не знает, чем мы занимаемся. И по его реакции я понимаю, свет у него есть сейчас или ему помощь нужна. Если он весь негативный, раздраженный, тогда сколько вы можете там болтать, ну дайте наконец прием, да что такое, он не может долго слушать, потому что у него стресс, у него внимание закороченное, туннельное зрение, так называемое. Вот потому, что он говорит, я уже понимаю, что ему помощь нужна. Потому что человек в стрессе не может долго слушать. Человек в стрессе закорочен, ему нужна немедленная помощь. Вот есть такая интересная вещь, если кто-то вам звонит по телефону и говорит, как там у вас погода, а вы ему вместо ответа на вопрос, сначала даете комментарий, а потом говорите о погоде. Это может его раздражать, потому что он ждет ответа на вопрос, а вы ему говорите, да ты знаешь, вот, и потом только о погоде, а он за это время уже и связь порвалась телефонная. Поэтому я до сих пор себя не могу приучить, но может быть кто-то научится и у него будет жизнь успешнее. Если кто-то задает вопрос, отвечает сразу, а потом делать комментарий. А я вот видите, сколько около да около, а потом только ну вот видите, я до сих пор не научился. А ведь сколько людей моложе меня, так когда я им говорю про свой опыт, как сейчас, они может быть сразу это поймут и будут этому учиться. сразу сначала надо отвечать на вопрос, а потом его обкладывать комментариями, чтобы люди на том конце не раздражались. Это я как психолог, как психотерапевт. Хасай, знаете, вот пока мы с вами разговаривали, у меня был еще один вопрос в связи с тем, что вы сказали, вот иконописцы в свое время подготавливали себя и постились, то есть по сути они чистили свой организм, чтобы вот все чувства обострялись, если я правильно понимаю. более чувствительность повышалась, скажем так, и чувствительность рук, и вообще восприятие. И вот сегодня у нас, скажем так, один из доступных и любимых средств работы, победы над стрессом это заедание стресса. Я, честно говоря, сама страдаю этим, особенно заедание сладким или таким, обычным, допустим, людям, которые уже, скажем так, находятся в зрелом возрасте, для них это просто зачастую одно из последних доступных удовольствий, в котором они себе не могут отказать, и с одной стороны как бы возникает, как я понимаю, очень высокая зависимость, вот эта привязка к получению удовольствия, да, и возникает как зависимость сродни наркотической, по сути, да, вот, а с другой стороны, собственно говоря, вот такое поглощение пищи, оно, собственно говоря, и является, насколько я сегодня понимаю, как раз источником вот тех заболеваний, которые сегодня, ну, по сути, множатся и среди молодежи, и среди разных возрастов. Конечно, заедание, потому что, во-первых, мы сказали уже о повторяемом движении, оно снимает напряжение, а это вот повторяемое движение снимает напряжение и хочется продолжать и продолжать. Это, во-первых, поэтому пошла жвачка в мире, поэтому молитва повторяемая, повторяемая, она снимает напряжение, мантры там, повторяемое движение, рок-н-ролл пошел по миру, повторяемые действия снимают напряжение и так далее, и так далее. Я читал в свое время очень давно французы установили специалисты о том, что что человек, есть группа такая, которая ест только, сколько нужно его в желудку, как говорится, условно говоря, а есть только, сколько глазами едет. Вот есть два типа. Поэтому если, ну и, как говорится, аппетит приходит во время еды. Человек настроен, не есть так много, но вот он постепенно снимает напряжение, аппетит приходит во время еды и начинает есть и есть, пока глаза едят, видят он ест. Зная все это, можно просто перед тем, как есть, подумать вот о чем. Если вы научились выходить на нулевое состояние, то в нулевом состоянии вы можете быстро вырабатывать навыки, вырабатывать мотивацию, сокращать время выработки навыков в любых видах деятельности. Например, я хочу, я хочу, к примеру, я хочу перестать любить есть сладкое. Вот допустим. Потому что сладкое есть, это самое последнее дело. У меня много родителей приводили своих детей, ну девочек, приводили с фурункулами. Никак не могли избавиться от этих фурункулов. Я им сказал, сахар в чай не кладите, через четыре дня фурункул пошел. Они мне звонят, говорят, вы что волшебник? Да не волшебник, сегодня весь мир это уже знает, а я им просто давно это говорю. И сейчас повторяю. Сладкое – это мина для всяких заболеваний. Стресс и сладкое. Не дай Бог. Поэтому, если вы выйдете на ноль, почему нирвана? Почему все знают, что нирвана полезная? Почему буддизм? Это же не религия, это не религия. Это просто сделали как религия, а на самом деле это не религия. Поэтому Далай-Лама имеет большое общение с учеными. Они ищут способы, как бы помочь организму в нервной системе и так далее. И там путь к нирване, медитации. Это как раз повторяемые действия, какие мы и сами делаем. Поэтому, если вы выходите на нольевое состояние с целью избавиться от тяги к сладкому, от тяги к питанию лишнему, ну как, например, переживаешь о чем-то и делаешь волну. Вот я просто один способ покажу. Просто сидишь, думаешь об этом, о чем думается, переживаешь, о чем переживается. Сидишь, думаешь, раскачиваешься, как тебе приятно, как будто ты в вагоне едешь, или ты на лодке плаваешь, или еще что-то. И думаешь о чем-то. Главное, пустить мы все на самотек. И делать то, что делается. Ну и переживаешь, и тебя трясет, потрясись. Хочется плакать, плачь. Хочется стонать, стони. Хочется взяться за голову, вот так. Ну дверь закрой, чтобы не подумали, что ты уже тю-тю. А это упражнение такое, которое называется разгрузка. И вот ты делаешь, делаешь вот так, делаешь, и вдруг переживаешь, о чем переживаешь, не борясь с мыслями, выпускаешь их на самотек. Но при этом на фоне повторяемых движений, которые тебе в этот момент хочется делать, я сейчас открываю такие важные вопросы. Это чудесная технология, которая помогает человеку настроиться и к полетам, которые он боится на самолете. Которая человеку помогает ей настроиться, по идее, к идее. И в этом состоянии, когда у него переживания прошли через вот эти повторяемые движения, и он вышел на ноль, когда уже ему все пофигу, так называемое состояние пофигизма. Ради этого люди водку пьют. А мы делаем без водки. Человек вышел на ноль и в этом состоянии помечтал. О том, что теперь, когда он будет садиться кушать, он будет хорошо помнить о том, что кушать надо не столько, сколько глаза видят, а сколько организму нужно. и сладкого кушать не надо. И тогда исполнятся твои мечты и решатся задачи, которые ты все время хотел осуществить, и они не получались. надо это связать с этим в этом нулевом состоянии. И тогда ты будешь кушать и помнить, что если ты не ешь сладкое, твои мечты, которые ты пытаешься, чтобы исполнились, они быстрее будут исполняться. Вот когда у нас будет такая связь с более глобальным, а не просто. кушать сладкое – это вред. Оно никак не привязано к вашим мечтам. Ну да, и тем более, когда очень хочется завести этот стресс, и есть уже такая привычка. И вот тут у меня муж всегда говорит, важно уметь не хотеть. Вот это самое главное. Уметь научиться, чтобы не воспитывать себе силу воли, потому что это все равно внутренний стресс тогда у человека. А именно сделать так, что тебе просто этого не хочется. Но это легко сказать, а сделать это сложнее. Ему большой привет вашему мужу, потому что он сказал истину. У меня тоже есть такой ролик был, что как вот это «хочу» и «надо». Вот это противоречие между «хочу» и «надо». Вот, например, я решил это противоречие каким образом? Я сказал, вы все знаете, что физкультура полезна? Знаем. Но вам хочется полежать. Правильно. То есть вам хочется полежать, а вы знаете, что надо заниматься физкультурой для здоровья. Как быть? Во-первых, я вам отвечаю, как быть. В физкультуре вам помогают только те действия, которые совпадают с вашим текущим состоянием в моменте. Все остальное – это чепуха. Но если какое-то действие, которое вы делаете во время физкультуры, синхронно вашему состоянию в моменте, мгновенно снимается напряжение, и вы выходите на желание его продолжать. Вот это, если вы запомнили, друзья. Теперь следующее. Делайте это в удобное для вас время, закрыв двери. Вот я решил противоречие. Тебе хочется вместо физкультуры лежать, нежиться. Делай одно движение, которое тебе соответствует из этой физкультуры. И вот ты лежишь, нежишься, перебираешь разные формы физкультуры, и вдруг тебе ёкнуло. Вот это действие мне хотелось бы, хотелось бы. Ну, поделай его, и все, и достаточно тебе. Зачем тебе вископ? Мы говорим о восстановлении, о реабилитации. Хорошо. Спасибо огромное, Хасай. Как всегда, ваши советы были очень интересные. Я надеюсь, цены и люди ими воспользуются. И я думаю, до новых встреч. Спасибо вам большое. Спасибо вам, Светлана. Всегда приятно с вами иметь дело. Очень полезные вы вопросы задаете. Так что я жду следующих встреч. А друзья пускай пишут комменты. А я знаю, что в любом деле, в любом деле находится человек, которому очень это понравится. И найдётся один человек, который напишет, да что за ерунда такая. Всех приветствуем. Особенно тех, которые напишут, что за ерунда такая. Потому что я на своих каналах никогда никого не вычёркиваю, а всегда пытаюсь ему ответить. Чтобы все, которые читают, тоже расширяли своё понимание. Спасибо большое, Светлана. Да, спасибо. Ссылку на канал Хасая, где вы можете подробнее познакомиться с ликбезом, о котором он говорил, вы найдёте в описании к этому ролику. Всего доброго. До свидания. Спасибо ещё раз. Всего доброго. Спасибо.